Друзья, я надеюсь, что этот ролик стоит вашего внимания, лайка и подписки на мой канал. Всем здарова, друзья, с вами Влад Кабус, и осталось совсем немного времени до выхода новой версии FIFA Mobile. Так, что у нас сейчас происходит в игре? У нас осталось совсем немного времени до конца события Лиги Чемпионов, в конечном итоге вы получаете 2 хероков гарантированно. Но, вот по поводу карточки Дель Пьеру, как оказалось, вам придется потратить 2500 самосветов, чтобы получить в конечном итоге карточку Дель Пьеру. Если вы хотите забрать 3-го игрока, то вам придется потратить еще 15000 самосветов. Итоги, вам нужно потратить 17500 самосветов, чтобы забрать 3-го игрока с ретем 104 и получить карточку Дель Пьеру. Вот такие вот пока что у нас вот дела. Не знаю, возможно, кого-то из вас обрадовал, возможно, кого-то из вас я горчил, но пока что вот именно такая информация у нас поступила. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся Большой Футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И недолго спортивных, также еще киберспортивных. Так что как можно скорее пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. Дальше, что я вам хочу сказать. После событий Лиги Чемпионов у нас появляются события в межсезонье. Это событие многие из вас ожидают по причине того, что в событии в межсезонье вы получаете достаточно неплохие награды и достаточно высокие рейтинги игроков. Я думаю, что в событии в межсезонье вы сумеете забрать достаточно неплохие награды, плюс улучшить ваш состав. И парочка игроков с этого события вам перенесется в следующий сезон, если будет все-таки сброс составов. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы событий в межсезонье и как вам вообще события Лиги Чемпионов. Понравилось ли вам это событие или пока что события так себе не о чем. Лично я думаю, что события Лиги Чемпионов и вправду достойнейшие события. Во-первых, за то, что я сумел положить 104 рейтинг игрока и это уже здорово. Вы можете прямо сейчас написать в комментариях, кого из игроков вы сумели забрать. И также напишите, пожалуйста, в комментариях, кого следующего вы будете забрать из этих игроков, представленных вам. В событии в межсезонье вы будете фармить себе наборы и те наборы, которые вы нафармили, они будут переноситься в следующий сезон. И это здорово. Например, в этом сезоне вы нафармили себе малый набор игроков. И в следующем сезоне вы получаете при входе сразу, именно в почте, в разделе почты, у вас появляется малый набор игроков. Там, например, 3 игрока с рейтингом 69 и поройтинг 75. Вот такие вот наборы у нас будут тоже представлены. Так что обязательно проходите события в межсезонье, которые у нас совсем скоро появятся. Вы сумеете, во-первых, приподнять ваш рейтинг состава до рейтинга плюс 3, плюс 7. Событие в межсезонье, оно супер халявное, чтобы вы себе понимали. Там вы сумеете забрать множество достойных карточек. Вы же понимаете, то, что E-Sports просто так вам игроков с рейтингом 104 не дарят. Они дарят только под конец. И когда они понимают, что да, вот пришло время уже сбрасывать составы, чтобы люди, именно, вот знаете, вот получили то, чего давно хотели получить, они получили на халяву что-то, и они уже могут, знаете, вот как-то с легкостью отпустить и сказать, да, E-Sports красавчик, они старались. И благодаря E-Sports мы сумели хороший состав под конец игры собрать и достаточно неплохие награды получить. Чаще всего, какие награды вы получаете в следующем сезоне. При входе в следующий сезон у вас будут различные наборы находиться в разделе почта. Такие вот наборы, как малый набор монет, большой набор монет, элитный набор монет и так далее. Будут разные наборы с тренировочным опытом, усилением навыков. Усиление навыков будет намного лучше в следующем сезоне. Нам бы обещали то, что не будут именно ненужных нам усилений. Будет намного меньше, и вам будет легче прокачивать ваше усиление навыков, чтобы просто-напросто вы не тратили именно ваши монеты, ну, не туда, куда вам нужно. Вы вначале знаете, когда не раздупленный, вы зашли только в игру, вы думаете, блин, потрачу на это усиление, потрачу на то усиление, А потом только понимайте, что нужно именно прокачивать одно усиление, и так вам легче будет улучшать ваш состав. Так что вот так вот будет. Напоминаю ребятам, которые хотят вкидывать свои деньги в события межсезонья. Ребята, вам не стоит вкидывать деньги ваши в события межсезонья, потому что в этом событии, те награды, которые вам есть в Порс обещают, чаще всего при входе в новую версию, вы не получаете ничего абсолютно достойного. Ну например, вы покупаете набор за 1700 гривен, это 4000 рублей, либо 4500, я точно не знаю сколько этот набор будет стоить, но вы покупаете этот набор, вам говорят, что вы гарантированно в следующем сезоне получаете РК, и в этом сезоне еще одного РК вам дают. Но ребята, вы в следующем сезоне получаете бича, вот этот бич вам не пригодится максимум, но опыт его сольете, либо куда-то еще. Он будет непродаваемым, так что не стоит вам тратить деньги ваши в эти наборы. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, сколько денег вы потратили в этом сезоне на игру, а возможно из-за все вот эти вот сезоны, которые у нас прошли в FF Mobile. Также я боюсь огорчить многих из вас, в следующий сезон режим атаки остается у нас, не будет ничего новенького, именно управление будет таким же самым, и геймплей особо не поменяется. Возможно там будут какие-то нововведения, но не особо много. Возможно будут новые финты, графика я думаю особо не улучшится. Сейчас, кстати, достаточно неплохая графика, но прорисовка игроков, ну желает лучшего. Бывают именно игроки очень хорошо прорисованы, а бывает такой эпик фейл, что аж просто смотришь и думаешь, блин, ну куда-то не туда смотрели дизайнеры и есть порс во время прорисовки лица игрока. Да, бывают эпик фейлы жесткие при том, как Андрея Шевченко, если вы конечно помните. Ладно, мы пока что переходим дальше. Стадионы. Чаще всего вы задумаетесь насчет вопроса стадионов, будут ли у нас они меняться. Мне кажется, что в следующем сезоне не будет ничего абсолютно меняться в плане стадионов, но хотелось бы. Вот формы в этом сезоне немного улучшили и спортсов в СБЧ можно получить. Мне хотелось бы, чтобы вот сейчас, в 21 версии, нам вернули формы на рынок, и мне не хватает одного, мне не хватает, чтобы вот стадионы у нас тоже появились на рынке. Вот, например, я захотел Old Trafford себе стадион. Ну, и бах, я его себе купил, и чтобы моя команда выступала на этом стадионе при игре в равную игру. Также мне не хватает комментаторов в равной игре и в тех испытаниях, которые мы проходим, там где нужно пройти матч. Матч долго проходится, вот ты играешь, грубо говоря, два тайма, начиная с нуля. Ну, как-то ты вот время тратишь, забил ты уже 2-3 гола и думаешь, блин, ну сколько уже можно? Я уже не хочу забивать голы этой команде. Но тебе приходится играть до конца и до победного свистка. И как-то тебя особо это не впечатляет. Скучновато это время проходит. Хотелось бы, чтобы во время того, как ты играешь, даже матч обычный проходишь, которые испытания тебе дают, вот чтобы тогда кто-то комментировал, знаете, вот шутил. Интересные шутки были, чтобы тебя, знаете, подкалывали во время того, когда ты не забил, либо забил. Вот это было бы супер круто. Не хватает все же комментатора 14 версии P4 Mobile, которая у нас была. Онлайн рынок нам вряд ли вернут, но все же, если, конечно, это сделать, то мы сумеем передавать наши монеты с одного аккаунта на второй аккаунт совсем легко. Выставили себе определенную стоимость игрока, и за эту стоимость мы взяли его и купили. Вот это вот было бы круто. Мне не особо нравится то, что боты заправляют нашим рынком. Мне хотелось бы самостоятельно решать, за какую стоимость я буду продавать свои игрока, и, ну, типа, купят, не купят, это уже зависит от вас самих. Вот это вот было бы круто. Нам этого и правда не хватает, ну и плюс можно было бы делать конкурсы. Например, я выставляю игрока за 100 монеток, вы бах, все сидите в эфире и начинайте покупать этого игрока, который я выставил за 100 монет. Было бы круто. Я бы также очень хотел бы, чтобы нам поменяли анимацию при выпадении игрока. Вы вспомните FIFU MOPL 17 версии. Интересно же было, у тебя слоты закрыты, и ты бах, начинаешь клацать слева, справа, и по центру клац, ну, тебе попадает элитный игрок, сразу эффект появляется. Вот это вот нам не хватает. Нужно смотреть на то, что было раньше G-Sports, и тогда вот только не сумею создать нам игру мечты. По поводу драфта смысла вообще говорить нету, но тоже хотелось бы, но думаю, в реале драфт это слишком сложная система, мне так кажется. Хотя, конечно, у E-Sports есть разработчики, которые могли бы осилить эту систему и могли бы создать, правда, тот нужный драфт, который нам не хватает в игре. Друзья, я надеюсь на то, что вам понравился этот ролик, и совсем скоро это видеообращение я отправлю в E-Sports, и сумею вместе с вами хотя бы хоть чего-то добиться. Ну, хотелось бы, чтобы нас E-Sports услышали. Я буду отправлять письмо напрямую E-Sports, не через Россию, так что, ребята, ждите, готовьтесь, буду стараться максимально четко перевести все требования, которые я хотел бы. Не знаю, услышат ли меня, услышат ли вас, услышат ли все наши требования, но будем стараться вместе с вами, и попытаемся вместе с вами улучшить 21-ю версию FIFA Mobile. Все, ребята, всем вам до скорых встреч, не забывайте подписываться на канал, для того, чтобы вы были в курсе всех новых событий, которые у нас выходит в FIFA Mobile. Все, ребята, всем вам пока!